Добрый день, дорогие друзья! И ее неуловимости. Вечная загадка будет всегда волновать мужские сердца. И любимый взгляд из-под ресниц будет значить для мужчины больше, чем любая его великая победа. Сегодня я хочу поздравить замечательным праздником всю женскую половину нашего города. Давайте будем легки, как ветер, нежны, как весенний день, ласковый, как морской прибой. А главное, не перестанем удивлять мужчин и вдохновлять их на новые подвиги. А сейчас я с удовольствием предоставляю слово председателю ПГО БАИ Марии Селиховой и ее заместителю Наталье Селиховой. Встречаем! Добрый день, дорогие друзья! Международный женский день всегда был для нас традиционным праздником. Который мы каждый год обмечаем в кругу своей большой семьи, нашей организации. И сегодня, в этот весенний день, наполненный солнцем и радостными улыбками, мы рады вновь приветствовать вас в зале молодость. Благодарим всех, кто помог организовать этот праздник. В любом возрасте, в любом состоянии, женщина всегда дарит свою красоту. Как сказала Софи Лорен, совершенные черты сами по себе еще не красота. Восхищение вызывают те женщины, которые сами считают себя ослепительными. Хотя их лицо, фигура, косметика не всегда безупречны. Но бросается в глаза их убежденность в своей неотразимости. Я искренне считаю, ничто так не украшает женщину, как и ее вера в собственное достоинство. Мы хотим пожелать вам этой веры. Пока есть вера в себя и в свои силы, есть жизнь и любовь. А это главное. Мир полный сказочных цветов. Мир с чудной песней у соловья, мир с звонким голосом ручья, мир с песней мартовской капелли, примите в этот день весенний. Всех с праздником! А сейчас предоставляется слово депутату Московской областной думы Игорю Михайловичу Исаеву. Добрый день. Дорогая Мария, Мария Сергеевна, Дорогие женщины, гости сегодняшнего дня, Отцы души поздравляю вас международным женским днем. Желаю всего самого светлого и прекрасного. Пусть весна расцветает души и наполняет его радостью и красотой. Пусть этот праздник оставит множество ярких впечатлений и красивых, романтических моментов. Пусть невозможный станет возможным. Также от себя и моего коллеги депутата Московской областной думы Голубова Андрея Алексеевича Хочу пожелать Пущинской организации Всероссийского общества инвалидов дальнейшего развития. Поблагодарю всех, кто в настоящее время в своей активной деятельности укрупляет авторитет общества. Стремится воплощать в жизни его задачи и цели. Это те многие люди, которые вопреки недугом дарят надежду и добавляют сил другим своими достижениями в спорте, в художественном творчестве, в общественной работе и в других сферах. С праздником вас! Успехов и радостных! Спасибо! Дорогие друзья, мы бы хотели сегодня поздравить вас всех. В первую очередь, вашего руководителя, вашего лидера Марию Наталью Сергеевну. Спасибо! И, наверное, как вы получите, да? Как вы получите? Нет, будем в конце. В конце розочка. Для приветственного слова приглашаю нас на сцену начальника отдела социальной защиты города Пущино Александру Михайловну Мещерихову. Дорогие женщины, милые и красивые, дорогая Мария, Наталья Сергеевна и каждая-каждая присутствующая здесь дама. Я от имени Министерства социального развития Московской области, от нашего министра Ирины Клабдиной-Паевской и от себя лично хочу поздравить вас с весной, с первым весенним праздником 8 марта. Я думаю, каждая из каждой семьи любит этот праздник, как ни какой-то рукой. Ведь это пробуждение, время пробуждения, время исполнения желаний. И очень хочется мне пожелать, чтобы в каждом сердце вашем всегда была весна, чтобы была любовь к душе, чтобы глаза ваши были наполнены улыбками, светились от счастья. И сейчас хочу, конечно же, всех вас поздравить и в вашем лице, ваше прекрасное общество, дружное такое, которое всегда проводит разные мероприятия, действительные конкурсы на властном уровне. Пожелать процветания вам, а самое главное – здоровья. Лишь раз в году бывает женский день, как хорошо, что он сроднись весною. Прогоним с лиц задумчивую тень, на тяготой судьбы махнем рукою. Привыкли жить мы, жертва, с собой, вокруг мы радости порой не замечаем. Работа, дом и настроение сбой по жизни нас порой сопровождают. Как трудно нам обыденность стряхнуть, из серых будем выскочить умело. Как трудно стрелки жизни повернуть, судьбе в глаза взглянуть с улыбкой смело. Но кроме нас нам некому помочь и на кого-то уповать напрасно. Самих себя нам надо превозмочь и убедиться в том, что жизнь прекрасна.